В группах нового детского сада есть все условия для комфортного пребывания малышей. Здесь есть спальня, просторная игровая комната, причем полы везде с подогревом, а также индивидуальная кухня в каждой группе. В семье Злобиных двое сыновей. Мальчики очень активные и родители больше всего радуют, что в новом детском саду есть все условия для занятий спортом. Мы очень рады, что сад новый, все новое оборудование, игрушки, воспитатели молодые, хорошие. То есть сейчас дети все довольны, думаю, адаптация также пройдет легко. Трехэтажное здание оснащено по последнему слову техникой. Детский сад рассчитан на 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. А это значит, что очередь в дошкольные учреждения сократилась. Глава региона, который приехал на открытие нового детского сада, поинтересовался мнением детей и их родителей. Главное, что вам же надо. И вам же родители. Замечательно. Хорошо все устраивает. А деток беспокоиться не будете? Нет, нет. Дмитрий Азаров курировал строительство этого детского сада, начиная с этапа подготовки документов, еще работая в статусе сенатора. По его инициативе это учреждение было включено в федеральную программу. Для решения этого вопроса Дмитрий Азаров обращался к руководству правительства России. Новые детские сады появляются по всей России благодаря той задаче, которую поставил президент страны Владимир Владимирович. Вы знаете, что была поставлена задача президенту, что всех деток сначала с 3 до 7 лет в возрасте, но здесь у нас и ясельная группа есть, обеспечить местами в детских садах, чтобы дети с самого маленького возраста получали и образование, и воспитание не только в семье. Особое внимание при строительстве детского сада уделили и территории вокруг него. Здесь появилась большая игровая площадка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.